Цифровая телевизионная приставка чтобы называться тестом то есть и рассказывать там какие-то особенности приставки и прочее то есть просто на сегодняшний день ДВТ-2 ресиверов настолько много что уже довольно сложно становится разобраться вообще просто в их в различиях там если не иметь устройство перед собой у меня такая возможность есть и поэтому я хочу рассказать вам допустим сегодня о ресивере как вы видите вот эту коробочку на ваших экранах называется он Ариэль 794 несмотря на то что модель появилась достаточно недавно ну назвать ее как бы более современной либо какой-то новинкой честно говоря можно только с натягом по сути дела это что по сути дела это 793 ресивер который вставлен будем так говорить в корпус от 963 ресивера то есть тот же самый отнюдь не новый процессор Али М3812 ну и зато связка тюнер-демодулятор здесь фирмы Sony то есть на сегодняшний день это даже по отзывам и в интернете и по отзывам покупателей и по тестированию всякому там в различных условиях различных ресиверов на сегодняшний день это как бы лучший набор элементов для приема слабого сигнала то есть если вы находитесь в зоне неуверенного приема то данный ресивер будет вести себя лучше это не только мои слова это ну допустим если что касается нас то это отзывы наших покупателей а это комплект поставки данного ресивера он ничем не отличается от комплектации других ресиверов марки Ариэль то есть от стандартной комплектации здесь отсутствует кабель для подключения к телевизору какой-либо ни HDMI ни тюльпанов колокольчиков здесь в комплекте нет есть как видите сам ресивер пульт дистанционного управления элементы питания для пульта дистанционного управления и руководство по эксплуатации с гарантийным талончиком а это уж коль я упомянул что 963 и 794 ресивер по сути дела одинакового внешнего вида вот это вам для того чтобы вы наглядно это могли увидеть то есть справа это 963 и слева 794 что называется найдите разницу по внешнему виду ну давайте посмотрим поближе что из себя представляет данный ресивер основание корпуса и крышка корпуса у него металлические лицевая панель пластиковая на лицевой панели имеется кнопка включения кнопки циклического переключения каналов есть индикатор состояния в дежурном режиме он красным светится если ресивер включить как бы для рабочего режима индикатор меняет свой цвет на зеленый вот дальше в середине лицевой панели расположен сегментный индикатор в рабочем режиме на нем номер текущего канала ну вот сейчас он пишет что нет каналов это просто потому что ресивер к антенне еще не подключался и не настраивался вот а ну то повторюсь в рабочем режиме номер текущего канала а в дежурном режиме он показывает часы дальше рядом с индикатором находится USB порт USB порт здесь предназначен для того чтобы вы могли к ресиверу подключить USB накопитель допустим компьютерную флешку либо внешний жесткий диск зачем он может использоваться это я в процессе вам расскажу вот ну присутствуют резиновые ножки присутствуют вентиляционные прорези на задней панели расположены коммутационные разъемы то есть что здесь есть здесь есть обычный антенный вход сквозной антенный выход цифровой аудио-видео выход HDMI есть SCART вот и есть еще обычный композитный аудио-видео выход вот эти вот три тюльпанчика желтое это видео и красно-белый левый-правый канал звука кроме этого здесь есть еще цифровой выход звука вот он как сел значит вот блок питания у ресивера встроенный соответственно просто вот сетевой кабель идет в розеточку ресивер комплектуется пультом дистанционного управления 10 серии вот как видите пульт довольно большой кнопки прорезиненные нажимаются четко расположены удобно и кроме основных кнопок имеются еще и дополнительные кнопки которые позволяют как бы получать доступ к наиболее востребованным функциям устройства без захода в его главное меню удобство пульта очередной раз повторяюсь это применительно к ДВБ Т2 ресиверов это не какое-то отвлеченное требование то есть как видели на лицевой панели ресивера только кнопки циклического переключения каналов и то они работают при настроенной системе вот а вот в том состоянии в котором он сейчас то есть вот как я вам как я вам его показывал все равно все операции основные будут делаться только с помощью пульта иначе вернее по другому настроить ресивер на прием цифрового сигнала абсолютно невозможно только с пультиком теперь давайте посмотрим приставочку в работе то есть вот я состыковал ее с телевизором обычными тюльпанами колокольчиками и вот включаю при первом включении устройства сейчас вот переварится начнет запускаться при первом включении устройства появится стартовое меню здесь этот экран будет на нем будет надпись добро пожаловать ну и USB устройство написало что подключено просто я сюда еще включил компьютерную флешку вот здесь как видите можно изменить регион язык поменять разрешение соотношение сторон я просто выберу кнопочку ok и пойдет автоматический поиск доступных телевизионных каналов в процессе поиска как видите на экране будет два списка в одном из них будут телевизионные каналы в другом радиоканалы их количество зависит от числа пакетов они же еще называются мультиплексами которые транслируются в данном конкретном регионе например у нас в Санкт-Петербурге на сегодняшний день доступны первый пакет РТРС-1 и второй пакет РТРС-2 то есть первый и второй мультиплексы это в сумме должно дать 20 телевизионных каналов и 3 радиоканала радиостанции присутствуют здесь как бы бонусом почему потому что в составе пакетов может передаваться какая-то дополнительная информация будь то сигнал оповещение там допустим вот здесь на индикаторе ресивера часы в режиме ожидания они тоже корректируются по эфиру как бы вот в общем-то в связи с тем что в пакетах может быть дополнительная информация здесь вот присутствует три цифровых радиостанции которые ушли в цифру как говорится вот причем абсолютно любой ресивер вне всякой зависимости от того дорого он стоит дешево он стоит он будет вам показывать вот все те же каналы которые транслируются в данном конкретном регионе вот например еще в составе мультиплексов может присутствовать там телетекст а также передачи которые идут со скрытыми субтитрами которые слабослышащие люди могут вывести на экран с помощью того же самого телетекста и вот цифровой ресивер аэриэль 794 как и любой другой такой гаджет естественно все это поддерживает то есть вот сейчас он закончил поиск сохранил каналы в памяти если я нажму кнопочку ok на пульте управления вот я увижу все эти настроенные 20 каналов вот ну вот на первом на первом канале допустим я знаю то что на первом канале телетекст транслируется вот кстати если например здесь нажать кнопочку инфу один раз вот здесь будет понятно что здесь есть программа передач и есть телетекст на этом канале если я нажму кнопочку инфу два раза то я получу краткий анонс программы если я нажму кнопочку инфу три раза то я увижу две шкалы интенсивности качества сигнала и информацию о том что идет трансляция вот на этой частоте ну и другую короче вот по поводу этих шкал вот эти шкалы по ним ориентируясь по ним можно оценить как бы условия приема в данном конкретном месте например в магазине вам ресивер настроили как мы делаем допустим и в магазине мы ресивер настраиваем но мы его можем как бы настроить у себя у нас своя антенна и так далее вы приезжаете например на дачу включаете и нифига не показывает вот можно нажать три раза кнопочку инфо и уже разбираться с вашей антенной то есть ориентируясь на шкалу именно качество сигнала нужно поворачивая антенну там добиться того чтобы она была заполнена по крайней мере больше чем на половину на какие-то проценты обращать внимание я считаю не следует лучше так визуально что ну как меняется показания шкалы почему потому что проценты какие от чего и как это все откалибровано это я думаю не знают даже производители этого ресивера вот ну вернемся к нашим баранам так сказать цифровое телевидение как бы цифровое позволяет еще кроме всего прочего как я уже говорил вот получать информацию о том что вы смотрите вот допустим если один раз инфо текущая передача такая-то следующая такая-то передача либо есть еще кнопочка EPG здесь на пульте ресивера которая позволяет выводить программу передач например на экран телевизора я нажимаю кнопочку EPG ну внешний вид вот этого телегида вот у процессоров Али он выглядит вот таким вот образом мне кажется что у процессоров которые вот эти Мстаровские там удобнее им пользоваться здесь не очень хорошо не совсем удобно вот такой вот как бы такая структура телегида но на просмотр телепередач это никак не влияет так я упоминал о телетексте вот я нажимаю соответствующую кнопочку телетекст и пошла загрузка телетекста выглядит это в данном ресивере вот таким вот образом будет некоторое время будет стоять вот этот вот такой вот черненький вот телетекст загрузился к слову сказать в этом ресиве он загружается ну именно в этой модели вот 794 он загружается довольно долго вот эти вот первые стартовые страницы телетекста ну по сравнению с другими по крайней мере вот и как видите здесь вот например на странице 200 вот она на странице 200 находится перечень передач которые идут со скрытыми субтитрами ну сейчас я продемонстрирую вам эти скрытые субтитры на другом канале на котором они точно идут всегда это вот канал карусель сейчас мы кнопочку телетекст теперь я нажму страницу вот видите появились скрытые субтитры причем пока это все работает переключить канал не получится то есть надо сначала выключить субтитры а потом только уже переключать канал возможности цифрового телевидения не ограничены высоким качеством изображения и звука приемник ариэль 794 позволяет пользователю так сказать управлять прямим эфиром например он дает возможность ставить эфир на паузу опять же при подключенном юсб устройстве то есть она используется эта память как буфер да вот я нажимаю кнопочку пауза у меня изображение замирает и идет запись в буфер текущей передачи то есть для чего это можно использовать ну вот этот режим таймшифт или режим отложенного просмотра ну например вы смотрите какую-то интересную передачу зазвонил телефон вы поставили эфир на паузу поговорили по телефону и дальше пришли и продолжили с места остановки вот пожалуйста то есть вот вот таким образом это может использоваться затем здесь есть возможность так что просто 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 можно в меню ресивера выставить такой режим это работы таймшифта здесь два режима таймшифта он либо он на паузу будет срабатывать либо можно в меню ресивера выбрать такой режим что он будет просто постоянно писать что-то а потом вы придете и на ускоренном просмотре как говорится это все дело просмотрите допустим Это позволяет, например, какой-нибудь футбольный матч смотрели, там повтор гола можно бесконечное количество раз просматривать Ну, меню приставок, может кому-то понадобится, может кому-то не понадобится Но мало кто из производителей переделывает меню приставок То есть у приставок на процессорах Али, независимо от того, это будет там 3812, 3821 Оно выглядит меню вот таким образом, вот такая вот структура меню То есть первый раздел это редактирование каналов Вот здесь можно вывести список каналов, допустим, пропускать каналы какие-то, перемещать каналы, сортировать их как-то, заносить какие-то каналы в избранные То есть, ну, с радиоканалами можно делать то же самое, можно удалить, ну, и это избранные группы, это если что-то составит Затем идет следующий раздел меню, это настройка каналов, автоматический поиск каналов вы уже видели Видели ручной поиск каналов, допустим, вот в ручном поиске каналов Опять номер канала, на котором идет трансляция, в данном случае в Санкт-Петербурге у нас идет один мультиплекс на 35-м канале, другой на 45-м канале Только на этих каналах появятся вот эти вот шкалы На других каналах этих шкал не будет То есть, вот если я уйду на канал, на котором нет трансляции, видите, никаких шкал здесь не предусмотрено Это, опять же, ну, при первой настройке, так сказать Кроме всего прочего, ну, это логические номера включены-выключены, там тип каналов, это вам не надо будет по жизни, будем так говорить Питание антенны, в данном случае, оно у меня включено, потому что я использую активную комнатную антенну Которая предназначена для работы с этим ресивером, и каждый ресивер умеет подавать питание 5 вольт на усилитель антенны Причем некоторые ресиверы есть даже, которые можно комбинировать, 5 или 12 вольт подать Ну, зуммер, это, как бы, для удобства настройки, это по звуку Чем больше заполнена шкала, там, тем по-другому звучит этот зуммер, будем так говорить Не наглядно, а на звук Вот, дальше, следующая, настройка системы, то есть, здесь, вы сами видите, все это меню То есть, здесь можно настраивать экран, там, какое-то время поменять, там, таймер, что это такое Таймер, это любое такое устройство позволяет записывать, там, какие-то передачи Это вот задачи таймера То есть, можно, допустим, настраивать, там, запись передач в какое-то время воспроизведения То есть, ну, пользоваться как видеомагнитофоном Это настройка меню Пунктик Настройка аудио Мультиэкран, кстати Кстати, насчет мультиэкран Есть функция Здесь сейчас стоит режим 3х3 Что это такое? Сейчас я выйду отсюда из меню В этих вот ресиверах у них вот такая функция Нажимаем кнопочку На пульте Синюю в данном случае И вот этот вот мультиэкран Сейчас он стоял 3х3, а можно там сделать 4х1 То есть, одна картинка будет большая и 4 маленьких Вот Соответственно, активный канал здесь подсвечивается Вот он Здесь он подсвечивается, активный канал И можно так вот, пробегая по этим каналам Сориентироваться, что где идет Ну, например И переключиться туда, куда вы хотите То есть, просто кнопочку ОК нажали И выйдите на тот канал, который вы захотели переключить Но вернемся к меню Так, следующий пункт меню Инструменты Ну, здесь можно посмотреть информацию О программном и железном обеспечении, так сказать Вот Здесь же можно родительский контроль То есть, будем так говорить Установить пароли Для того, чтобы потом при сортировке Там запретить какие-то каналы для просмотра Кому-то это надо То есть, допустим, можно оставить там для ребенка Просто один канал карусель При включении ресивера он будет смотреть карусель И больше вообще ничего Вот Это возврат заводских установок То есть, если ресивер Если вы куда-то попали Ресивер делает непонятные вам вещи Либо, например, там что-то тормозит Зависает там еще что-то То можно сюда зайти Просто так включить не получится Нужен пароль Он 1234 в данном случае Ну, это стандартно, как говорится И здесь же еще можно обновить Программное обеспечение При необходимости Через USB Просто так обновлять программное обеспечение Не советую Если появляется новая прошивка То она Значит Появилась не просто так А исправила какие-то баги Которые обнаружились в старой Но это все отработано здесь Я думаю, что здесь Ничего Вряд ли появится новая прошивка То есть Просто ради того, чтобы Обновить ради того, что обновить Не стоит Здесь игры Следующие тут Отелло И Судоку Ну, Отелло это реверсив По сути Вот И дальше Вот этот вот разделчик Мультимедиа Который, пожалуй Является самым интересным Здесь вот Если я Это Ну, это по сути дела Проигрыватель То есть Если я зайду в раздел Видео Вот здесь у меня папочка С видео И я могу запустить Запустить видео Вот оно сразу же разворачивается На большой экран Вот оно Начинается видео Повторюсь Ресивер не понимает Кодека AC3 То есть Звук Dolby Digital В данный момент Здесь вот Допустим Вот этот вот Сейчас Где тут я Это не то Вот это вот видео Оно записано Как бы Со звуком Dolby Digital Соответственно Этот ресивер Его покажет Абсолютно без звука Есть вот такой вот файлик Который записан Камерой GoPro Видите У него Разрешение 1920 на 1080 То есть Можно Как бы И в Full HD Разрешение смотреть Но этот файл Он У него там Солидный битрейт И так далее То есть Данный процессор Он уже старый Для него Поэтому Он воспроизводится Вот видите Он тормозит Он не идет Он стоит Это из-за того Что плохой процессор Ну вернее Не плохой процессор А старый процессор То есть Если резюмировать Все Мною Вышесказанное То можно Сказать Следующее По поводу Данного ресивера Ну и оно же Относится И к 793 И оно же Относится К 963 Эти ресиверы Шикарно Принимают Телевизионный сигнал Но С мультимедийными функциями То есть Проигрыванием Видеофайлов Они справляются Хуже Тех ресиверов Которые сделаны На более Современном процессоре Например М старовском Там вот этот Вот 7T01 Вот То есть Если вы хотите Смотреть телевизор И Раз от раза Пользоваться Мультимедийными Функциями Ресивера То можно брать Соответственно Такие Если же вы будете Делать упор На какие-то Мультимедийные Возможности То данный Процессор Вам не подойдет Он просто На сегодняшний день Уже Как мультимедийный Плеер Уже На сегодняшний день Устарел Вот Что еще Можно здесь Сказать Можно сказать Что Так Таймшифт Я вам говорил Про записи Я вам говорил Есть кнопочка То есть Для записи Текущей программы Можно просто Назвать кнопочку Рекорд На пульте Дистанционного управления Ну в дальнем случае У меня флешка Видите Заполнена То есть Он не хочет писать Потому что Пишет Что мало места У меня на USB устройстве Там кстати Можно при настройке USB устройства Еще поменять Там То есть Какую-то часть Для таймшифта Какую-то часть Для записи Выделить Вот Ну вот это Вот пожалуй Все Что я хотел вам Сегодня Рассказать Об этой приставке Конечно Получилось Несколько сумбурно Просто Слишком много Информации У меня в голове Которую нужно Просто сжать И выдать вам Так сказать На экран Ну подытоживая Можно сказать Что данные Цифровой ДВТ-2 Ресеер АЛ794 Обеспечивают Качественный прием Цифрового Телевизионного Сигнала Встроенный Медиаплеер Несмотря ни на что Неплохо Все-таки Справляется С воспроизведением В файлах Но Звук Dolby Digital Кой-то КСИ-3 Не поддерживает Ну а С другой стороны Цифровой Эфирный Ресеер Это не HD Медиаплеер Либо какой-нибудь Там Android TV-Box Они Все Вот эти Цифровые Ресееры Отнюдь Не всеядные И Прежде всего Они предназначены Для приема Телевизионного Сигнала И его же там Записи Воспроизведения С этим Этот ресеер Справляется На ура Вот Ну и Покупая Ресеер В нашем Магазине Вы его Получите Полностью Проверенным Настроенным С картой На которой Обозначено Расположение Параметра Передающих Устройств Цифрового Эфирного Телевизионного Сигнала По региону Ленобласти А также Там же Будут указаны Номера Частоты Каналов И мощность Транслятора Вызывать Какого-либо Специалиста Для настройки Или допустим Подключения Подобных Устройств Я думаю Не потребуется Все необходимые Рекомендации И ответы На вопросы По подключению Конкретной ДВТ2 Приставки Вы получаете Как в процессе Проверки Ее работоспособности У нас Так и в дальнейшем Пожалуйста Вы можете нам Звонить по телефону В часы работы Магазина Семь дней В неделю И получать Дистанционную Помощь Номер Контактного Телефона Вы найдете В прилагаемой К ресиверу Документации На сегодня Это все Смотрите наши обзоры Подписывайтесь На наш видеоканал Заходите к нам На сайт До новых встреч